Кто может стать пациентом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске? Какие будут последствия, если передавать показания своих счетчиков нерегулярно? Красноярцы задают вопросы, на которые мы вместе с ними ищем ответы в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске – одно из самых современных медицинских учреждений в крае. Здесь очередь на прием расписана на несколько месяцев вперед, но далеко не каждый человек, у которого есть проблемы с сердцем, может сюда попасть. И красноярцы интересуются, как здесь отбирают пациентов. В центре оказывают кардиохирургическую помощь, то есть сюда попадают те, кому нужна операция – люди с диагнозом, который может потребовать хирургического лечения. Для этого нужны хотя бы заключения кардиолога или терапевта, выполненные исследования, например, ЭКГ. Учитывая востребованность центра и то, что он федеральный, пациенты есть и из других регионов, лучше, конечно, обращаться с направлением от врача. В идеале больной уже обследованный, когда вот уже стоит вопрос, оперироваться или не оперироваться, по крайней мере, уже понятно, что кардиохирургия чем-то может пациенту помочь. Вот такой пациент – это тот идеальный пациент, который должен прийти к нам на прием в поликлинику, и дальше наши врачи уже, естественно, с ним будут разбираться. Срок передачи показаний прибора учета электроэнергии закончился три дня назад, но многие красноярцы забыли это сделать и спрашивают, а что будет, если передавать показания нерегулярно. В таком случае может быть неприятный сюрприз в виде существенного увеличения начислений при перерасчете даже на несколько десятков тысяч рублей. Такое бывает особенно, если забывать подавать показания зимой. Если не передавать несколько месяцев зимой показания, то расчет будет произведен на основе средних значений за предыдущий летний-осенний период. Ну, соответственно, потребление электроэнергии в этот период объективно ниже, чем зимой. И как только в Красноярский энергосбыт поступят, то эти фактические показания прибора учета будет произведен перерасчет. Бывает и другая ситуация. Если вы надолго уехали, вам также будут начислять оплату, исходя из среднемесячных или нормативных показателей. Перерасчет сделают, но лучше передавать данные, даже если они не меняются. Следующий вопрос от нашего телезрителя по поводу парковок. Что, если свободных мест нет, но ваш пассажир инвалид? Имеете ли вы тогда право занять особое место? Если нет, то что за это будет? По правилам дорожного движения занять такое место может только транспортное средство с опознавательным знаком «инвалид». То есть, если это пассажир, то пока вы его перевозите, можете наклеить знак и воспользоваться парковкой. Но не забудьте потом его убрать. Инвалида привез, отвел домой, все, пошел, знак убрал. Дальше, если он будет передвигаться с этим опознавательным знаком и остановит его экипаж ДПС, то будет к нему применена мера наказания согласно статье 12.5.4.1 Кодекса Российской Федерации о правонарушениях. Это 5000 рублей штраф. Если у вас есть вопрос, на который вы не можете найти ответ, задавайте его нашей редакции по телефону 2900-333 или в мессенджерах и социальных сетях. Будем искать ответ вместе. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал.